Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата МХЛ Манитогорский Металлург начал нынешний сезон уже в ранге победителя международного турнира на кубок Ивана Рамазана. Начал с хорошей победы над самарской командой ЦСКА ВВС, а затем, забив свои ворота нелепейший гол, проиграл уфимскому Салавату Юлаеву. Во время подготовки этого материала мы еще не знали результаты остальных матчей на выезде дома, но к моменту выхода программы Юг в эфир вы уже эту информацию имеете. А истинные любители хоккея хорошо знают и о том, кто в этом году пришел в команду и кто ее покинул. Мы же хотим, чтобы вы некоторых из них узнали в лицо. Вчера команда сыграла первый матч в сезоне календарный. Значит, сыгран первый международный турнир. И первый сезон вот с этой командой играет, работает. Блик, кстати, с Белоусом. Впечатления? Все самое первое. Да, сентябрьское настроение. Сентябрьское настроение. Ну, давайте, наверное, начнем с конца, что ли, да? С меня. В общем-то, мы уже работаем здесь два месяца. Я работаю два месяца. Подготовили, в общем-то, команду к началу чемпионата. Мы считаем, что команда готова в физическом плане и в тактическом плане, что показали вот эти турниры, особенно турнир здесь у нас в Магнитогорске. Будем касаться темы, причин вашего ухода, допустим, из трактора. Для меня своя точка зрения есть, и я ее выскажу. В принципе, я считаю, что те люди, которые отвечали за трактор в городе Челябинске, они стали причиной того, что команда развалена. Я о другом хочу спросить. Вот если бы ты был не Магнитогорск, а Саратов, Омск, вы смогли бы уйти? Да нет, наверное, я бы, наверное, никуда бы не ушел. В принципе, не из-за того, что, значит, там обиды или какие-то. Нет, я просто в этой команде уже работал 10 лет назад, поэтому на ипостников я хорошо знаю. И, в общем-то, вы понимаете, тут такая судьба получилась, что, в общем-то, на тренерский истинный путь наставил он меня, первый, как говорится, тренер мой. Поэтому мы вместе работали год, и, в общем-то, неплохо. И то, что причиной послужило, я уже, наверное, говорил о многом уже этих причинах, то, что, значит, на сегодняшний день финансовая сторона в Челябинске, я думаю, что это, в общем-то, временное, наверное, явление все равно будет. Будут, значит, люди, которые будут хотеть, чтобы была команда «Трактор», была сильная команда, такая, какая она была три года назад. Вот вы 10 лет назад работали здесь играющим тренером, и вас очень любили болельщики. И вот сейчас другая команда «Металлург». А вот дух той команды 10 лет недавности остался? Да, вы знаете, по-моему, остался не только даже командный дух, а и патриотизм, наверное, города Магнитогорска, руководство города, это всего, это оно так и осталось, я думаю, еще сильнее стал, наверное. Потому что я вижу, как отношение к хоккею, вижу отношение, значит, к команде, вижу все это. Это просто, наверное, так и должно быть работать. Концепция игры команды определяется, обуславливается, в общем-то, набором игроков. Набор у вас, скажем так, богатый, выбор богатый. В общем-то, универсальные хоккеисты, ребята, которые умеют в хоккей, умеют и в атакующей, и в активный хоккей сыграть, и могут позиционно, грамотно сыграть. Поэтому я не буду, наверное, раскрывать такие большие какие-то там тайны наши, но тактика строится, видимо, на подборе игроков. Одни могут играть и в обороне очень хорошо, другие в нападении хорошо. Поэтому мы сочетаем, в общем-то, и атакующий хоккей с обороняющим хоккеем. То есть команда может выбирать тактику по ходу игры? Да, может и по ходу игры, и даже по периодам. И, в общем-то, зависит от того, как команда выигрывает, проигрывает. Это уже меняет. Тренерная мечта любого тренера – это иметь команду, которая могла бы по мановению палочки тренерской прибавить, еще прибавить, дожать. Да, в общем-то, конечно, это хорошая палочка, где бы ее взять. Ну, в принципе, ребята управляемые, поэтому я думаю, что с такими хоккеистами, которые не надо говорить дважды, один раз можно сказать, и, в общем-то, они все понимают прекрасно с полуслова, знают, что от них требуют. И просто работать с ними приятно. Уже во время турнира на Кубок Рамазана многие из вас сумели по достоинству оценить игру новичков команды – защитников Игоря Землянова и Олега Васильева. Ребят, хотелось бы узнать, сколько вы команд сменили за свою жизнь? Которая команда «Металлург» у вас, в вашей жизни? Ну, я всю жизнь проиграл в «Остминогорске Торпеды», и вот только первая команда. Вторая команда? Да. У меня третья. Я в армии играл в команде «Талекс», в городе Талин, в Эстонии. Все, и слава Тулайбе – это третья команда. То есть практически сравнивать не с чем, да? Вы так по натуре свои неваряги, да? Да. По натуре мы тоже неваряги. Любим. Посидеть на одном месте побольше, привыкнуть ко всему. Да, так же. Понятно. Игорь, ты вот долго общался с «Могильниковым», нет, в «Остминогорске?» Ну, я до армии с ним играл в команде. Потом ушел в армию, с армией пришел. Года два, наверное, поиграл, и он ушел в «Могитогорск». Ну, хороший человек, приятный, общительный. Как товарищ хороший. Особенно так говорил, что во многом на его мировоззрение, чисто как игрока, оказал влияние Александров, Борис. А ты? Правильно он говорит. Александров вообще – это легенда. У нас в городе каждый хочет стать Александром. Мальчишка любой. Я даже в слове – это личность. Он столько поиграл, столько поездил. Для меня он тоже, как легенда, как личность большая. Понятно. А кто кумир Уфи, а? Ну, Уфи много вышло игроков. Таких, как Ирик Гемаев, Семак, Кравчук, которые сейчас играют в «Нхэйл». Так что было на кого равняться. Но в детстве у меня свои кумиры, конечно, были. Фетисов, Касатонов, Васильев. А сейчас они сменились, нет кумир? Нет, сейчас не сменились до сих пор. В принципе, вот «Металлург» может стать, допустим, какой-то вот ступенькой для того, чтобы прыгнуть в «Нхэйл»? Хотелось бы, конечно, но уже возраст. Я думаю… Какой возраст? Ну, 28 лет все-таки уже. Возраст. Ну, а как? Сейчас уже на драфт, наверное, поставим. Ну, вот у нас в прошлом году приезжали «Буре», «Могильный», «Федоров». В общем-то, у них одна судьба, да? Они вот так вот в 20-летнем возрасте сумели себя заявить. Но у вас, может быть, другая судьба, другая звезда. Так может быть, нет? Ну, может, ну, правильно, Олег сказал, что в «Нхэйл» сейчас уже что заглядывать-то? Уже поздно, 28 лет или какие-то уже все-таки в Европу где-нибудь там обосноваться, поиграть. Там еще можно сейчас типа пытать в Европе, а «Нхэйл» – это Америка. Это уже… Есть только интернациональную лигу. Вот уезжает же там Шафранов. Я говорю, да, интернациональную лигу только самый лучший вариант. И все. Ну, тогда хорошо. Мне хотелось бы узнать, почему «Магнитогорск», почему «Магнитка»? Постоянно общаются, ходят в гости друг к другу. Так что им скучать тоже не приходится. Это женский штаб там, да? Да, да. Команда уезжает, а они там собираются свои дела обсуждают все. Нормально? Ну, не знаю. Может быть. Вначале хоккей-то понятия-то имеют, могут разобрать, да? Ну, это они, конечно, разбирают. И очень, так скажу, досконально ее. Вот для тебя страшнее чья критика, Игорь? Постникова или жены? Для меня страшнее, наверное, зрителей критика. Сколько у вас ребятишек двоих-то? У меня одна девочка. Два с половиной года, да. У меня две девочки. Две девочки. Ребят, дело. Нормально. Девочки-то хорошо. Это хорошо, но не мешало бы наследника иметь, да? Ну, еще ничего не поздно. Конечно. В этом плане все еще впереди, да? Еще наверстаем. Ну, я, в общем-то, знаю, что разные команды живут по-разному. То есть, в них хоккейная жизнь. То есть, некоторые на базах там пропадают годами там. Вот. А что проповедует Постников? Ну, мы также заезжаем перед играми на базу. Но в других командах мы дольше находились на базе. Да, здесь мы прям за ночь до игры заезжаем на базу. Вот. А в других клубах, например, в «Салат Уилай» за два дня до игры заезжали на базу. Ну, там намного больше находились на базе. Там более строгий режим. В общем, ты живешь по принципу твоих кумиров, да? Вот так. Светисов, Ксатонов так же. Вот. Да, в день игры приезжают на «Шевроле», там, на «Порше» и все, да? А ты на… На чем, кстати, ездишь? Ну, мы на игру приезжаем на автобусе с базой все вместе. Книжки читаете, нет? На базах, в основном. А что предпочитаете? Что предпочитаете? Да, все что угодно. Ну, в основном детективы, конечно. Серьезной литературы просто для нее нет времени или нет желания заниматься так вот? Да, периодическую литературу в основном читаем. На базах тоже, в поездках. Книги тоже реже приходится. Дюма очень люблю читать. Ну, тоже редко читаю книги. В основном периодическую литературу. Поскольку вы профессионалы, то неужели хоккей забирает всю энергию, все внимание, все время? Вы знаете, да, забирает. И очень много энергии, времени и сил. Ну, наша работа, мы и сами выбрали. А вас работа, по-моему, выбрала? Ну, может быть, работа нас выбрала. Мы сколько, практически два месяца в году только получается, что мы находимся в семье, а остальное время все уделяем хоккее. Да я думаю, что это фундамент наш для будущей жизни. Для этого сейчас в хоккей играем, чтобы подготовить фундамент для дальнейшей жизни, чтобы где-то года два можно было освоиться в быту, найти место в жизни. Ты человек с именем, как вот и Игорь, то есть у вас, ну, репутация очень высокая, и рейтинг игровой высок в МХЛ. Вот сможешь ли ты вот свои чистолюбивые мечты реализовать здесь, в Магдагорске? Ну, я приложу к этому все силы, просто постараюсь оправдать все доверие. Как пионер на сборе, слушай, оправдаю. Не, ну, все, что в моих силах, я, конечно, сделаю, постараюсь сделать больше, даже выше. Ну, еще у вас полоса в жизни какая, вот как можно назвать, допустим, вот она светлая, серая, черная? Как тельняшка черная, белая, черная. Сейчас пока белая идет. Чисто белая? Да, пока чисто белая идет. Ни одного серого пятнышка нет? Да, есть, конечно, почему нет? Нет, вот сейчас, вот нынешний период жизни. Серая, не такая уж она белая. Есть и пятнышки, и... Игорь, ну, приехал куда хотел, то есть, взяли, контракт соблюдается, что еще, чушь серого, что омрачает? Ну, например, мне не так нравится, как, например, я играю, можно сыграть получше. Мне вот нравится, как ты играешь. Для меня играешь? Да, для вас играю, но все-таки играю-то я, я сам себя критикую, правильно? Завтра у тебя очень тяжелый денек будет, да? С землячками придется играть. Ну, что, монтаж? Нет, зачем, какой монтаж, наоборот, стимул какой-то определенный. А Уфе, как придется? И Уфе тоже самое. А если банки из-под пива полетят? Надо быть ко всему готовым. Спасибо.